добрый день меня зовут борис курила я врач ветеринарной медицины за и занимаюсь вопросами диетологии для домашних животных сегодня мы поговорим с вами на тему курица составе корма для домашних животных хорошо это или плохо вы знаете вообще у большинства людей обытует мнение что корма с курицей это плохо что курица является вызывает аллергии поэтому корма с курицей многие вообще предпочитают не приобретать хочу сразу сказать что это не совсем так по статистике которую приводят многие мировые исследования курица занимает всего лишь третье место по степени аллергенности куриное мясо это один из лучших источников белка а так как в курице содержится много полинасыщенных кислот то она хорошо усваивается способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у различных питомцев таким образом курица это легко усваиваемый белок легко усваиваем мясо с большим количеством витаминов минералов и питательных веществ для начала давайте рассмотрим что же содержится в курице и чем она все-таки полезно и так куриное мясо она очень питательная по количеству белка она превосходит даже говядину и свинину из водорастворимых витаминов курином мясе присутствует витамин c b1 b2 b3 pp и так далее то есть практически весь спектр группа b и жирорастворимых витаминов а д д3 е к и так далее в курице также много минеральных веществ селен фосфор железо калий магний и другие курица наряду с индейкой является диетическим и легко усваиваемым мясом аллергия это острая реакция иммунной системы животного на какие-либо вещества она строго специфична то есть возникает на определенные вещества у домашних животных бывают разные типы аллергии на слюну блох на вещества внешней среды ну и конечно и бывает пищевая аллергия но по статистике это всего лишь 10 процентов от общего числа случаев большому сожалению мы привыкли руководствоваться советами со стороны ну например а вы знали что если животное зачесалось первая мысль что что-то съела вредное пойти за помощью в клинику а зачем лучше спросить в интернете или у соседки так стать опытного владельца животного из 90 и вот мы ловим рекомендации как из книжки вредных советов если чешется питомец точно съел запрещен куда накормили чем-то чем попало вот пожалуйста жалуйтесь теперь многие начинают советовать срочно корме ему поменяйте при этом основным взлом а рассматривают именно курицу а какие на самом деле факты факты совершенно другие пищевая аллергия занимает третье место у животных первое второе занимают аллергии на паразитов и на окружающую среду по пищевым аллергиям это порядка всего лишь 10-20 питомцев на 100 животных у которых есть проявляется аллергия факт номер два курица занимает лишь третье место это всего лишь около 15 процентов от общего случая аллергии то есть примеру из 100 собак это всего лишь две-три собаки у которых есть аллергия на курицу итог курица не такой же страшный зверь если у собаки зуд обратитесь в клинику чтобы определить его истинную причину кошки и собаки прошлом самые настоящие хищники например кишечник у собаки короткий в нем вырабатывается специфические питательные вещества специфические пищеварительные ферменты которые расщепляют мышечные волокна а зубы собаки кошек приспособлены для открывания оторвания кусков плоти то есть от природы питомцы это плотоядное животное основу их питания составляют мышцы внутренние внутренности тоже тех же самых птиц и млекопитающих для правильной работы пищеварительного тракта и всего организма важно чтобы в рационе питомца присутствовали как раз таки эти элементы то есть собакам и кошкам можно курицу иногда даже нужно аллергия на курицу это редкость а не закономерность мнение что курица является аллергенным продуктом это неф сам куриный белок безопасен для животных кроме тех случаев когда на него действительно проведены тесты и выявляется виткинки после серии обследований проводят аллергопробу чаще двукратно и на основании именно полученных от этих аллергопроб данных ставят диагноз чаще всего владелец питомцев делать преждевременные выводы аллергия на курицу списывают и не переносить пищевой непереносимость к высокобелковым кормам и случае отита различные теологии и аллергии на какие-то другие агенты и даже на гельминтозы аллергия у питомца может быть и на витамины и на растительные компоненты кормов не только на белок животного происхождения при производстве кормов мы руководствуемся стандартами и рекомендациями европейской федерации производителей кормов для домашних животных кроме того при производстве кормов от поставки сырья до конечного продукта на каждом этапе в праве на производстве ведется контроль и обеспечивается соблюдение ветеринарно-санитарных норм возможность аллергической реакции у животного на корм с курицей также как и на любой другой корм или иной продукт существует и конечно и не может быть исключена собаки и кошки с индивидуальной непереносимостью куриного мяса встречаются крайне редко утверждите что куриный белок аллергенен не имеет под собой никакого законного основания и может быть подкреплено исключительно практическими наблюдениями и субъективными мнениями конкретных ветеринарных специалистов с вами был борис курила а следующая наша с вами тема как защитить питомца от клещей спасибо